Интересная такая вроде бы несерьезная новость сегодня прошла по РИА новости о том, что жену Зеленского обвинили в неуважении к императору Японии. Я зашел посмотреть, что же это за новость, и оказалось, что это достаточно интересное событие, которое произошло. Оно может быть не такое важное, как кажется, но на самом деле давайте подумаем об этом, почему так произошло. Как мы знаем, сейчас Зеленский находится в Японии, и вот в таком виде они там предстали. Вот сам по себе оттенок этого платья лично у меня вызывает вопросы. Крайне редко, на мой взгляд, можно встретить женщину не в желтом, не в белом, а в каком-то вот таком промежуточном цвете. Его некоторые описывают как лимонный цвет, но вот я посмотрел специальную информацию, оказывается, это так называемый сумаховый цвет. И вот тут есть интересная информация, что начиная с 8 века в Японии была выработана система запрещенных цветов. Ну, на Востоке, мы знаем, это вообще имеет очень большое значение цвета и цветы, то есть растения. Там это настоящий язык такой кодовый, то есть имело значение какой, кому, какому императору, какому сыну или дочери посылается, какой цветок, какой букет. То есть вот эти все вещи, которые для западных людей не приобрели значения, на Востоке, как мы знаем, да, имеет значение. И в том числе цвета, связанные с трауром, связанные со свадебными церемониями, по цветам определялись в свое время ранги, например, военных в Японии, это я тоже читал. И поэтому цвета там действительно имели значение. И вот определенные оттенки одежды были в Японии запрещены, потому что нужно было как-то выделять императора, и не только по богатству его одеяния, но и по цветам, которые имел право носить только он. В Китае, насколько я знаю, тоже была система запрещенных цветов. Так вот, в Японии определенные оттенки могли носить только император и его семья, и люди, приближенные к нему, то есть непосредственно его родственники. Вот тут стоит, что разрешение подданным использовать некоторые запрещенные оттенки давал лично император. Ну, давайте посмотрим, что за цвета запрещены в Японии. Это вот этот самый сумаховый цвет использовался только для верхней одежды. Дальше бледно-зеленый. В качестве исключения этот цвет могли носить наложницы монарха. Пожалуйста, интересная информация. Бледно-красный. Цвет, определявший уступившего трон наследия, отрежшегося, вышедшего в отставку. Темно-фиолетовый. Использовался для верхней одежды аристократов первого ранга. Ну, вот я тоже знаю, что пурпурные цвета, вот эти использовались в системе высших рангов католической церкви. Как мы знаем, там Папа Римский, он должен быть всегда только в белом. А вот кардиналы по рангу, там отличаются они или в бордовом, или в фиолетовом, или в черном. То есть имеет значение тоже. И там есть определенная система цветов. Соответственно, я читал, что пурпурные, фиолетовые и вот эти лиловые цвета, это были тоже в Европе цвета только высшей аристократии царским, королевским особам. Простые люди эти цвета не носили, и их вообще не было в продаже. И ты не мог никогда ничего себе подобного цвета там камзоу или еще что-то заказать. Так что в западной культуре тоже были кое-какие исключения. Теперь цвет желто-рыжий, оттенок верхней одежды крон-принца, то есть детей императора, и гордениевый. Темно-багряный, темно-сапоновый запасные цвета используются только по личному разрешению императора. То есть вот эта комбинация желтый, красный и бордовый. Ну что ж, интересная, я думаю, информация, видите, и так, благодаря Зеленскому мы теперь узнали, какие цвета в свое время были запрещены в Японии. Ну а насчет вот этого лимонного оттенка. Вот здесь, как вы видите на фотографии, видно, что жена императора одета в этот цвет. Это цвет хризантем, это цвет царского перхцветка, а во-вторых, символ долгожительства, благополучия и так далее. Как бы то ни было, у меня вот такой возникает вопрос. А что, вот других оттенков платья невозможно было найти? Надеть голубое, я не знаю, розовое, малиновое, цветов много. Почему жена Зеленского одела именно цвет, который носит жена императора Японии? Вот в моей голове это не вполне совмещается, как они дошли до идеи такой. И вывод у меня следующий. Может быть, я ошибаюсь. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я думаю, что те люди, которые занимаются подготовкой президента, то есть непосредственно, кто отвечает за протокол, а это имеет значение, как выглядит президент, особенно если это званные ужины, вечера, обеды, где приходит много иностранцев. Вот я думаю, что те люди, которые отвечают за протокол, они специально подставили почему-то Зеленского и вот его жену. То, что Зеленский идиот, это мы понимаем. Ну вот украинцы это понимают, по крайней мере 25% населения, те, кто не голосовали за него. И русскоязычная часть, которая интересуется делами Украины, я думаю, тоже понимают, кто такой Зеленский. Но вот внутри этой команды Зеленского или, можем так сказать, украинской делегации возникла у кого-то идея буквально выставить идиотом президента на весь мир. Ну, многие пишут в комментариях, что теперь Украине ничего в Японии не цветит, что император обижен, об этом написали все японские газеты. То есть реакция у японцев на это была. Но то, что Зеленского не интересуют такие вопросы, то, что он вообще плохо образованный человек и так далее, в этом нет никакого сомнения. Но кто-то ведь подал эту идею вот жене Зеленского одеть именно этот оттенок платья. Очень редкий, очень странный. Кстати, некрасивый, на мой взгляд. Он не делает ее ярче, он не делает ее красивее. Вообще сама Роба, вот сам тип этого платья не самый лучший вариант. И почему ее одели именно в платье этого оттенка? То есть его просто пытаются выставить в плохом свете. Пытаются как бы всем показать, что, ребята, не сомневайтесь, он на самом деле идиот. Если вы только думали об этом, то вот вам реальное тому подтверждение. И возвращаясь к моему предыдущему ролику об Айдере Муждабаеве и его призывах понять Владимира, проникнуться к нему симпатией и любовью, я там сказал, что Зеленский занимает не свое место. Вот подобные случаи, они как раз подтверждение моих слов. Зеленский, наверное, хороший шоумен, он, наверное, смешной. Я не знаю, я смотрел в YouTube несколько его передач, я не нахожу его смешным. Мне не нравится юмор «Квартала 95». Это какой-то низкосортный юмор, это неинтересно, это не смешно. Это уже, на мой взгляд, какое-то ушедшее время. Это какой-то совок, Советский Союз, я не знаю. Лично мне это неинтересно. Но, возможно, он кого-то радует и прочее. Это, наверное, человек, не обделенный талантами. Может быть. Но если он хороший актер, это не значит, что он будет хорошим президентом. В роли президента он плох. Это не его роль. Он пытается играть президента, исполнять то, что от него требуется. Но вот, как вы видите, совершает один ляп за другим. Это, конечно, мелочь, скажет кто-то. Да, но это такая значительная мелочь, понимаете. Попереться в Японию и одеться именно в тот цвет, который там запрещен. А их, как вы видите, всего там пять оттенков. Даже не самих цветов, а оттенков. Это нужно умудриться. Это нужно очень сильно постараться. Ну, а чета Зеленских, конечно, после такого фиаско, я думаю, в следующих своих посещениях стран они будут теперь внимательно за этим следить. И они должны отметить для себя, что их в их же команде кто-то просто буквально подставляет. Явно кто-то хочет, чтобы Зеленский выглядел еще хуже, чем он есть. Продолжение следует...